Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на предпоследней торговой сессии этой недели. Поскольку сегодня у нас четверг, у нас есть возможность подвести итоги торговой сессии среды, где ключевым событием, как вы знаете, стали протоколы последнего заседания ФРС. Возможно, снова на рынке присутствовали избыточные ожидания, может быть, даже гиперизбыточные ожидания. Очень люблю это слово, потому что очень часто мы его применяем к предложению нефти. В целом, это действительно так, потому что если мы посмотрим на реакцию американца на факты выхода протоколов, эта реакция была никакущая, ничтожная. Ну, эпитетов можно подобрать себе сколько угодно. В целом, мы не увидели того самого серьезного ралли, которое позволило бы нам определиться с среднедолгосрочными ориентирами, которыми можно было бы руководствоваться дальше в трейдинге по американцу против всех основных конкурентов. И плюс ко всему, если вернуться еще и к фондовой секции, даже фондовый рынок пока что не может высосать из новостного фона, который касается американской денежной политики с точки зрения ясности, прозрачности, либо конкретных намеков, тех поводов и факторов, которые могли бы также понять, как действовать трейдерам и уже на фондовой секции. Это такая легкая прелюдия. В целом, о протоколах мы сегодня, безусловно, поговорим, потому что все-таки события мы анонсировали как важнейшие этой недели, но, судя по динамике, можно сказать, что, скорее всего, это уже не так. Поэтому наш фокус внимания смещается на следующие релизы и новостные фоны. В частности, они уже базируются на ожиданиях выступлений управляющего Европейского центрального банка Марио Драги. У нас, кстати, это событие сегодня на повестке дня. И, в целом, еще буквально следом за Драги будет выступать и председатель ФРС Жанет Йеллен. Правда, если говорить конкретно по времени, эта конференция состоится уже ночью, то есть, получается, с торговой сессии четверга на пятницу по московскому времени. Секундочку, что касается времени, это, по-моему, час 30 по Москве. То есть, соответственно, есть еще время, чтобы подготовиться к этому событию, сориентироваться, ну и попытаться предположить, либо прикинуть, как можно действовать дальше. Что касается теперь основных тандемов валютных активов и, в принципе, реакции евро, фунта, австралийца, новозеландца, франка, английской валюты тоже на чашни протоколы. Давайте тогда плавно перейдем к нашему традиционному сценарию. Но прежде чем переключимся непосредственно на активы рынка Форекс, на валюту, давайте поговорим про нефть. И мне сегодня есть что вам рассказать, потому что вы сами прекрасно видите наше краткосрочное позиционирование, которое предполагало возможности роста котировок Brent и WTI. Это позиционирование полностью выдерживается на площадках. И мы видим то, что на рынке сейчас действительно наблюдается локальный восходящий тренд. В частности, клост вчерашнего дня. 39.73, сейчас котировки 40.17, локальный хай был даже еще выше. И я думаю, не будет ошибкой, если мы замахнемся с вами на то, что это краткосрочное ралли продолжится. И следом за 40.50 мы с вами сможем коснуться следующего сопротивления 41 или добраться до нашей цели, краткосрочной 41.50. Возможности для этого сейчас хоть отбавляй, поводов еще больше. Теперь плавно предлагаю перейти к причинам роста котировок Brent. В частности, вчера мы видели усиление позиций в рамках одной торговой сессии. Это лучший результат за один день, за последние три недели. Вот такой также приятный момент для покупателей. Может быть, для технарей это также сигнал того, что локальный тренд формируется, а может быть, даже уже в полном развитии своих сил, но может еще сохраниться. Я на самом деле могу выделить на текущий момент как минимум пять причин, которые позволяют нам краткосрочно покупать Brent и WTI. Все в зависимости от того, какой актив представляет для вас больше интерес. Первая причина – это сообщение Кувейта о том, что предстоящая встреча в Катре 17 апреля, вы прекрасно об этом знаете, все-таки может оказаться результативной, и стороны ключевые производители нефти придут к компромиссному базисному решению и снизят объемы производства, либо заморозят планку по выработке на тех значениях, которые не стали бы угрожать дополнительному росту предложения. По сообщениям Кувейта есть объективные признаки, сигналы и факторы, которые могут поспособствовать этому. К сожалению, покопавшись в новостном фоне, я не нашел этих самых факторов, не знаю, о чем говорит Кувейт, но судя по тому, что рынок весьма оптимистично отреагировал на эти заявления, я думаю, что нам не нужно слишком глубоко копать, если для рынка этого достаточно, для нас, как рядовых спекулянтов, этого также должно быть достаточно. Если трейдеры покупают на этих сообщениях, отлично, потому что это полностью соответствует нашим каткосрочным ожиданиям и ориентирам. То есть заседание ОПЕК, вы помните, что буквально неделю назад мы с вами поставили в качестве каткосрочных ожиданий того, что на рынке должны появиться какие-то положительные, позитивные, оптимистичные высказывания со стороны стран ближневосточного картеля, и эти высказывания обязательно дисконтируют какой-то интерес в стоимости энергоресурсов и поспособствуют реализации нашей каткосрочной идеи. И вот мы, собственно, их и дождались. Но еще не вечер, у нас, по сути, пятница еще, суббота, воскресенье и полноценная неделя. Я думаю, что мы дождемся еще какой-нибудь дополнительный новостной фон касательно встречи, соответственно, в Катри, в Дохе, которая запланирована на 17 апреля. И если они последуют, то мы непременно с вами доберемся до следующего уровня сопротивления 41.50 по бренду. Второй фактор. Саудовская Аравия сообщила о том, что готовится к кочной встрече непосредственно с Россией в Москве. И эта встреча состоится буквально через несколько дней после встречи в Дохе. Я считаю то, что этот комментарий можно также трактовать как еще одна возможность для каткосочного роста, потому что трейдерам это, по сути, дарит надежду на то, что даже если в Дохе не будет никаких договоренностей, возможно, ситуацию попробуют переграть уже непосредственно Саудовская Аравия и Россия без того же самого Ирана. И, может быть, к чему-нибудь да придут. В целом, возможности есть, тем более, что Саудовская Аравия является ключевым производителем в рамках всего ближневосточного картеля. Поэтому мы будем следить и за этим событием. Ну, а сейчас добавляем этот повод в общую копилку тех факторов, которые мы используем для сохранения бычьего ралли. Третий момент. Это традиционная еженедельная статистика по запасам нефти США. Сразу после частной оценки API, днем, скажем, позже, выходит официальная статистика, официальные данные. Мы после того, что услышали от API, потому что запасы снизились на более чем на 4 миллиона баррелей, ждали с вами еще даже в рамках вчерашней торговой сессии, что нечто подобное будет уже и от Минэнерго США. В целом, наши ожидания были абсолютно оправданы, потому что корреляция в этих показателях сохраняется, и запасы снизились на 4,9 миллиона баррелей за прошлую неделю. Это неплохо. И в целом, если мы покопаемся сейчас, опять же, в релизах прошлых недель, которые также сигнализировали о спаде запасов, снижении запасов, я считаю то, что не будет привлечением сказать, что снижение на 4,9 миллиона – это чуть ли не самый лучший результат для быков за многие последние месяцы. Четвертый фактор, который должен выступать сейчас локальной поддержкой для бренда – это информация о том, что растет спрос на углеводороды, на непосредственно само сырье со стороны нефтеперерабатывающих заводов в Соединенных Штатах Америки. За прошлую неделю спрос вырос больше, чем на 200 тысяч баррелей в сутки. Это говорит о том, что американцы уже полномерно начинают готовиться к летнему сезону, где ожидается повышенный спрос на бензин. Соответственно, если в ближайшее время траектория вот этой вынужденной необходимости на доп. сырье не изменится, и мы будем и дальше видеть то, что цифры соответствующие, а в идеале бы, конечно же, наблюдать еще и прирост, значит, этот фундамент будет еще одним таким краткосрочным эффектом, который мы будем иметь в виду для, скажем, тех идей, которые касаются такого же краткосрочного роста и бренда, и WTR. Ну и, безусловно, пятая причина – это позиции доллара, который продолжает терять против своих конкурентов. Вчера были надежды на то, что протоколы смогут подарить покупателям американской валюты надежды на то, что расчеты пока оправданы, и в целом все еще выглядят недостаточно плохо для американца. Хотелось бы в рамках вчерашних протоколов, я думаю, что это позиция всех тех трейдеров, кто делал ставку на рост американца, услышать намеки на том, будет ли повышать ставку в апреле. Ну, конечно же, хотелось бы услышать, что будут. Но, разумеется, по факту вчерашних протоколов подобных сигналов не последовало. Американец тут же начал активно терять, а поскольку все товарно-сырьевые активы номинированы по стоимости именно в американской валюте, то они использовали это в качестве локального бычьего позитивного фактора. Вот вам, пожалуйста, пять причин. Я думаю, что спорить с ними не нужно. Это объективно, как косочный формат влияния на позиции бренда. И если мы с вами руководствуемся как косочной целью, давайте не будем забегать вперед, а просто станем использовать то, что сейчас присутствует на рынке в моменте. И вот как раз то, что сейчас есть, это хорошая возможность для сохранения наших косочных ориентиров и все-таки ожидания тестирования сопротивления на отметке 41.50. Российская валюта против доллара 67.62. Как я и отметил, что при восстановлении нефти будет возможность у рубля также показать свой характер против конкурентов. Это мы сейчас и видим. Рост нефти стал причиной укрепления позиций и российской валюты. И я считаю то, что, исходя из того оптимистичного прогноза, который я уже сделал по нефти, мы вправе надеяться и рассчитывать на то, что пара USD RAP сможет пробить поддержку на отметке 67 против американца. Другого новостного фона сейчас более определяющего, скажем так, правильный, нет. И если он появится по какой-то причине, может быть, какие-то заявления со стороны монетарных властей, хотя, наверное, Центральный банк России весьма предсказуемый. Мы знаем то, что, в принципе, и девальвация валюты очень плохо, но и в то же время чрезмерные укрепления рубля они также допустить не могут, потому что бюджет и так нуждается в дополнительных крохах, потому что текущее состояние вызывает серьезные опасения за стабильность всей финансовой системы российской экономики. Вот почему мы даже вчера видели, как Всемирный банк и еще ряд рейтинговых агентств в очередной раз пересмотрели прогнозы по экономическому росту российской экономики на 2016 год. И если до этого прогнозировалось снижение и рецессия 0,6%, то сейчас уже ожидается спад больше, чем на 1%. Вот это уже больше соотносится с реальностью и, конечно же, не добавляет оптимизма для российского фондового рынка, для тех трейдеров, которые находятся в российской фонде, как в секции фондовых активов. Для рубля долгосрочные риски сохраняются, но о долгосрочных факторах влияния и того, что можно ожидать от курса национального валютного актива, я считаю то, что мы сможем поговорить только уже после 17 апреля, когда у нас будут итоги, соответственно, встречи представителей нефтедобывающих стран. Далее идем. Европейская валюта против американца. Вчера трейдеры следили как за национальной статистикой, так и за итоговыми протоколами. Безусловно, второму отводилось самое большое внимание как к ключевому фундаментальному событию дня, может быть, даже и все недели. Хотя к постфакту мы уже пришли к выводу о том, что никакое это не серьезнейшее фундаментальное событие, потому что волатильность в несколько десятков пунктов – это смех. Евро еще до выхода, соответственно, протоколов следило за национальной статистикой, и вчера вышли данные по промышленному производству в Германии. Если вы следили и наблюдали за этим отчетом, вы знаете, что статистика снова плохая, снижение на 0,5% против прошлого роста на 2,3%. Значит, слабая статистика снова позволяет нам сделать акцент на то, что сектор промышленной стагнирует, может быть, даже еще жестче, можно сказать, хуже некуда себя чувствовать, потому что промышленность для Германии – это все, и если мы не видим позитива в этом секторе, значит, готовимся к слабым ВВП по ведущему локомотиву Еврозоны. А значит, и Еврозоне также придется несколько, скажем, обнадежить, может быть, на перспективу трейдеров, но сейчас по факту показывать более слабые и дальше релизы. Что касается протоколов, давайте теперь переключимся на них, потому что все-таки нужно понимать, с каким сейчас подтекстом мы имеем дело в отношении перспектив американской монетарной политики. Если в двух словах подвести итоги протоколов, то можно сказать, что стало совершенно очевидно, что весь голосующий кабинет сейчас разделен на два полярных лагеря. Это один из которых представляет голосующих членов, выступающих за необходимость повышения процентной ставки, потому что видит наличие объективных предпосылок для этого. В хорошей статистике, в неплохих темпах роста американской экономики, но по сравнению с другими рынками уж точно. И все настаивают на то, что промедление с повышением процентной ставки может быть чревато еще большими рисками, чем напротив расторопности в этом решении. И вторая уже часть лагеря – это те члены монетарного кабинета, которые напротив указывают на то, что американская экономика не готова к повышению процентной ставки. И прежде чем об этом заговорить, нужно получить еще миллион свидетельств и подтверждение того, что экономика к этому решению стала готова. Видят по-прежнему где-то риски для рынка труда, слабые показатели по, соответственно, количеству новых рабочих мест вместе с хозяйственного сектора, недостаточные стимулы для индекса потребительских цен. Ну, в общем, эти комментарии как-то с натяжкой, они точно не вяжутся с той реальности, которую мы видели по факту, по цифрам, даже в рамках прошлой недели, да и в последний квартал, уж точно. Рынок труда динамично развивается, растет, создает новые рабочие места, и мы видим то, что как благоприятно этот эффект уже стал сказываться на росте заработных вклад, который является ключевым компонентом для индекса потребительских цен, за которые почему-то пока еще никто не цепляется. Что касается еще первого лагеря, я забыл отметить такой интересный момент, вот наблюдение, к которому я пришел, вот спешу поделиться им с вами. Она заключается в том, что я поддерживаю необходимость повышения процентной ставки, не только потому, что считаю, что статистика способствует этому, и экономика США к этому готова, но и потому, что считаю, что ужесточение монетарной политики может поспособствовать росту индексов потребительских цен. Вы все правильно поняли. Не смягчение экономической политики, а именно ужесточение. И параллели я могу провести с европейским рынком. Европейский центральный банк задействует сверхагрессивные меры экономического стимулирования, снижает ставки, расширяет программу количественного смягчения и все для того, чтобы разогнать индекс потребительских цен. Но что происходит с инфляцией? Разве мы увидели роста? Нет. Индекс потребительских цен в годовом эквиваленте продолжает оставаться на отрицательной территории. В зоне дефляции и даже текущие 80 миллиардов евро в месяц, мне кажется, не смог окончательно решить проблему с низкими инфляционными ожиданиями. Поэтому приходим к выводу о том, а не станет ли ожидание того, что ставки будут повышаться, соответственно, говорим уже про ФРС, того, чтобы подстегнуть индекс потребительских цен. И здесь я руководствуюсь следующим подходом. Если на рынке будет присутствовать ожидание того, ставку повысили, дальше будет еще один шаг, дополнительные меры ужесточения, и вот эти ожидания, они ранее могут спровоцировать повышенную потребительскую активность, потому что потребители будут знать, что спустя какое-то время цены станут дороже, ипотека по обслуживанию станет менее благоприятной, то есть условия станут жестче, и выгоднее брать ее сейчас. Если такой сценарий будет иметь место быть, значит, соответственно, мы увидим и повышенный спрос на заказы товара длительного пользования, и рост потребительской активности, что в целом приведет и к активизации индекса потребительских цен. То, что ЕЦБ через свои меры экономической политики не разогнал инфляцию, может быть, говорит о том, что нужно рассматривать возможность даже ужесточения монетарной политики. Но, конечно же, этот подход неприменим к европейскому рынку, но для США может сработать. Тем более, что мы помним комментарий еще про то, о том, что если Центральный банк, в частности, касательно национального регулятора, если бы Центральный банк бездействовал, то на рынке были бы осознаны более лучшие основания для достижения целевого показателя по инфляции, потому что даже беспрецедентные стимулы пока не решают эту проблему. Поэтому следим за новостным фоном, собственно, как и всегда по ФРС, по протоколам. Если, скажем, отойти от идеи того, что мы и так прекрасно знали, кто-то голосует за необходимость повышения ставки, кто-то против. Я хочу, чтобы вы также усвоили, что представители ФРС сошлись в единой позиции о том, что повышение ставки, оно неизбежно. Ну, в апреле мы, конечно же, его не увидим. Но два раза разгона косрочных ставок мы, скорее всего, еще будем наблюдать до конца 2016 года. Поэтому наше ожидание планомерно уезжает на более поздний срок. Но ничего, будем ждать. И ждать, когда поддержка придет для американца и, соответственно, подстегнет именно полученный спрос на него и ослабит позиции рисковых инструментов. Вернемся к евро-доллару. Видим то, что актуальные котировки на текущий момент 1.1408. Допускаю, что, может быть, чуть снизились в последние минуты. Вы видите то, что евро не хочет сдавать позиции, игнорирует прочий фундамент. А значит, наша идея того, что главный валютный риск сможет еще забраться выше, как освощено, сохраняется. И последняя динамика, вялая реакция на протоколы только усилила мое ожидание того, что евро в ближайшие дни уйдет на отметку 1.15. Я думаю, что такое же представление есть и у вас. Для долгосрочных, в принципе, целей ориентировав также все без изменений. Ждем хорошие точки для распродаж. Ну и, на мой взгляд, даже текущий уровень уже привлекательный для того, чтобы занимать долгосрочную сделку до конца 2016 года, ожидая снижения ниже 1.10 по паре евро-доллар. Доллар японская иена. Здесь у нас просто катастрофические значения по уровням в целом. Сейчас мы видим то, что клоуза вчерашнего дня 109.78, актуальные котировки 108.94. После того, как была разрушена поддержка, уничтожена и преодолена очень быстро на отметке 110.60, пара действительно прет локомотивом вниз, и я не знаю, где она остановится. Американец сейчас также против иены не задумывается о том, что в любой момент в игру может мешаться Банк Японии. Даже на сегодняшней конференции Курады мы еще раз получили сигнал о том, что Банк Японии реально может рассмотреть возможность расширения программы количественного смягчения до июньских выборов, до летних выборов. И даже это не стало причиной ослабления позиции японского валютного актива. Если рынок настойчиво движется вниз и видит в этом какие-то предпосылки, то я предлагаю сейчас, ну, для тех технорей, которые воспользовались советом и использовали уровень 110.60, хотя видели его и без меня. Я думаю, что вы в хорошем профите и сохраняете эту сделку. Для тех, кто ориентируется на рост американцев, как и я, тогда давайте ждать возвращения пары USDY в район 112, хотя, учитывая текущее значение, мы имеем все основания, чтобы снова подведать нашу отложку. Но для этого нужно посмотреть, где закроется эта неделя. И уже в понедельник я предложу вам, наверное, новую инвестиционную, новую сделку по паре USDY, которая также будет предполагать возможность покупки против японца, но с более близких ценовых значений. Фунт против американца. Фунт в рамках большей части вчерашней торговой сессии был настоящим аутсайдером. У нас было в качестве ориентира поддержка 1.40. Минимальные значения прошлого дня 1.40.04. Немного мы совсем не дотянули до этого рубежа, но я думаю, что ждали мы достаточно. Сейчас котировки пары фунт-доллар 1.41.29. Я думаю, что нам не нужно покидать расположение села против, соответственно, американца, потому что фунт остается ключевым аутсайдером. И вчерашняя торговая сессия явно нам показала то, что при определенном стечении обстоятельств фунт очень лихо могут распродавать. Ключевой риск. Брекзит. Приближаемся мы к июню, к референдуму. Растет вероятность того, что Англия все-таки покинет расположение Европейского Интеграционного Союза. И мы с вами непременно увидим уровень 1.40. Из других активов USDCAD. Актуальные котировки 1.30.44. Вчера вышел индикатор по индексу производственной активности от ИВИ. Очень плохой релиз. 50.1 с прошлого 53.4. Я уверен, что в следующем месяце мы уже окажемся ниже полтинника, который отделяет восстановление от рецессии. А значит, будем говорить о вполне ожидаемой слабости промышленного сектора, что в целом в случае возобновления снижения котировок нефти станет настоящим домокловым мечом для канадца и отправит пару USDCAD к отметке 1.35. Напоминаю то, что рекомендую воспользоваться сейчас идеей с уровнем стоп-лосса 1.27.10. Актуальные покупки прямо с текущих значений. С профитом 1.35. По остальным валютным активам пока все без изменений. Австралийство против доллара 0.7624. Слабость американца стала локальной поддержкой для риска, но я думаю, что это также недолговечное следствие. Новозеландец против американца 0.6838. Ждем также ослабления и этого инструмента. Доллар франка 0.9542. Пока волатильность незначительная, но мы ориентируемся на паритетный рубеж. И золото 1230.47. За тройскую унцию снова растет на слабости американца, но видно, что трейдеры вот-вот готовы снова медведям длиннуться в бой, чтобы продавить его к отметке 1200 за тройскую унцию, откуда мы уже готовы будем распродавать этот инструмент. На этом все. Большое спасибо за внимание. Если есть вопросы, по-прежнему жду их на нашем социальном канале на YouTube либо на форуме Amartes. Хорошей вам торговой сессии. И следим сегодня за конференцией Драги, которая обязательно станет интересной для Евро. Послушаем, что скажет господин Марио по поводу дальнейшего вектора европейской монетарной политики. И завтра утром на брифинге мы поговорим уже с вами в целом и про конференцию Драги, и про выступление Джанет Йерлин, которое сегодня состоится в 0.30 по московскому времени. Спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания.